Усолин Сибирская, Ленина 95. По этому адресу зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью Могилев Лифтмаш Усоли. Однако офис 203, а именно он указан в документах, заперт. И как нам рассказали арендаторы других кабинетов, здесь вообще никогда никто не появляется. По телефонам нам удалось связаться с генеральным директором ООО «Звезда». Мы с какой целью приехали? Мы хотели посмотреть, где хранится лифтовое оборудование. Директор оборудования хранится на трёх площадках. Вот не в Иркутске, а в Ангарске и в Саянске. Так что мы совсем не падающим. Где именно в Ангарске? Ну ладно, мы просто в Ангарске тоже не знали, где эта площадка. Ну, не проще, чтобы начать сначала. Ну, Олег Александрович, может мы тогда... Едем туда? Едем туда, я сброшу, разгариваю. Хорошо. А вы не знаете, да где она, площадка-то эта? Ну, почему же, не знаю. Знаю, но мне сложно вам объяснить. Адрес? Разговаривайте с ней, всё равно их не скажем. Так вот, не повиняю, если я сейчас нахожу. Понятно. Объяснять, где находится промплощадка Олег Хамуляк не стал. Телефона директора, который он обещал отправить по СМС, мы также не дождались. Каждый день вскрываются новые и новые факты. Вот сейчас мы обнаружили, что есть такая МЛМ-УСОЛИ, учредителем которой является звезда. Причём есть две организации. Одна в УСОЛИ, МЛМ-УСОЛИ, с одинаковым ОГРНом и всеми реквизитами, а другая в Карелии зарегистрирована. То есть, мы будем докапываться до истины, чтобы проверить качественное установленное лифтовое оборудование и могут ли ангарчане безопасно на нём ездить. Повторный звонок директору «Звезды» закончился неудачей. Олег Хамуляк отказался сотрудничать с корреспондентами. Однако, ему всё равно придётся ответить на вопросы журналистов. По закону о СМИ он обязан дать ответ на официальный запрос в течение семи дней. Документ с просьбой предоставить адрес площадки, где хранятся старые кабины подъёмников, составлен и отправлен сегодня. Ирина Шавлюк, Дмитрий Новопашин, Местное время.